Всем привет! Сегодня 6 февраля, а завтра знаете какой день? Завтра 7 февраля. И в этот день мы отправляемся на чемпионат мира в Финляндию в составе сборной Республики Беларусь по ловле на мормышку со льда. Сейчас я хочу показать маленькие сборы, как я готовлюсь к этому отъезду. Уже целую неделю готовлюсь, можно сказать. И вроде бы надо как минимум вещей для ловли на мормышку со льда. Уточка-мормышка и теплая одежда. Но сейчас я покажу минимальный набор, который необходим для рыболова-спортсмена-мормышечника. Итак, смотрите, не переключайтесь. Итак, мы видим минимальный набор, который здесь есть. При этом всем еще нет здесь ледобура, нет прикормки, нет животного компонента, мотыля, прикормочного, насадочного. Еще часть вещей не собрана простых. Поэтому вот такой минимальный набор, который надо загрузить с собой, собрать все. Как бы все очень просто. Костюм, сапоги, ящик, глубомеры, наколенники. Все самое минимальное, самое необходимое. Но берем, как говорится, по максимуму, чтобы не было каких-то конфузов, эксцезов, чтобы чего-то не хватило. Так что все, пошли мы собираться еще дальше. Дальше встретимся с вами в дороге. До встречи! Вот такой кусочек вещей. Сейчас надо загрузить вот в эту машинку. Собираемся выезжать, рядом. Еще есть ток, я не знаю, как это все загрузить. На руках повезем. Ладно, будем загружать сейчас. Вот, сейчас будет хорошо. Сборы проходят в очень уютной, дружеской обстановке. Мы никуда не спешим, нам просто вырезать надо. Логотип наш. Чтоб нас на границе пропустили. Экстерном. Вот такой. Короче, собираемся. Мы сейчас ремонтируем бус. Проблемы с колесами. Загрузили бус, а там колеса 5 атмосфер давления и все равно не держат. Не знаем, загрузили полный зад. Сейчас еще 10 человек сядет. Это еще плюс 100 нам. Посмотрим. Дай бог доедем. Потому что бус загружен серьезно. Сейчас меняли колесо. Подкачивали остальные колеса. Уже темнеет. Выехать должны мы были часа 3 назад. Все затягивается. Поездка наша. Не знаю, завтра скорее всего на лед не успеем потренироваться. Ну, будем надеяться. Хоть, может, на час какой вырвемся. На полтора. Ну что, мы пересекли уже границу. Остановились на первой заправке буквально за границей. Сейчас заправимся, отдохнем чуть-чуть. Проехали километров 200, наверное. Прикольно. В маршрутке тесно. Не знаю, как еще косарик ехать. А что сделаешь? Будем ехать. Вроде все пока хорошо. Вот на такой заправочке остановились. Косик трыхнет. Вот так, спрятился. Мороз на улице. У нас очередная остановочка. Перед Питером. Не знаю, где-то на середине уже спал. Пол дороги. Смотрите, какой снегопад. Красивая. Вообще красота. Такой снег валит. Тут, кстати, уже кругом снег. Вообще. Кругом. Кстати, мороз. Немножко здесь поменьше. Но снег валит такой нормальный. Короче, прошли мы наконец-то российскую границу. За три часа. Мучили нас. Мучили. То документов, то не знали, как оформить. Остались самые трезвые. Ждать всех закупающихся. Спортсменов. Спортсменов, да. Которые закупаются. Осталось пройти финскую границу. До места на Панте осталось 100 километров. Но вот уже стоим, хрен знает сколько. Блоком. Ладно. Будем ждать. Пробовать пройти вброд финскую границу. Вот так мы 8 часов на границе. Поменяли колеса. На одной границе. На одной. Поменяли колеса. На предыдущие пять. А как? Съездили в Россию обратно. Вот. Владим, съездили обратно в Россию. Поставили новые колеса. Приехали. Финнам опять не понравилось, что здесь шипы. Вот сидим, выколупливаем. Шипы причем на двух колесах. А можно, чтобы были только сразу на четырех? Да. Либо на четырех шипы, либо на четырех нет шипов. В итоге проще выковырять шипы со старых, чем поставить на новые шипы. Ну, как вариант, съездить еще раз в Россию. Вот такие патроны. Вот так вот мы работаем. Давай я с другой стороны попробую, Вадик. Встань посредине, международной. Не, это херня, я пробовал. Петя, зубной доктор, наковырял пломбочек. Пойдем дальше еще. Вон, целые колеса для ковырять. Александр, я вкушаю. Первый день. Блин. Вот такой домик. Заселяемся еще с машины. Почему? Да. С машины. Выносим этот. Мурдярк весь. О, сколько времени. 2.40 по-белорусски. Здесь на час меньше времени. Ладно, пойдем разгружаться. Блин, просто жесть. Блин, да, да, да. Вот такая красивая природа с домика. Вот в домик заходим. Тут тепло, натоплено. Стол обеденный. Телевизор. Приправы. Кухонька. Холодильник. Сразу же идет сауна. Маленькая мини сауна. Туалет, душ. Леха, с тобой все нормально. Одна комнатка. Лестница крутая. Срепресс. На втором этаже тоже туалет. Еще комнатка. И еще комнатка. Ну, даже книги. Из-за русского языка. Наревский детектив. Прикольно. Утро 9 февраля. Первый сережочный день. Стой. Второй погром. Серега первый подорвался. Не дал даже 5 минут до спать. Сказал, нам надо мешаться. Нам надо есть. Нам надо рыбу все переловить. Сейчас увидел фотографию посланчика с садаками. Плотвой. Короче. Короче, будем сейчас кусаться, завтракать и выбиваться. На улице еще темно. Ночь. Короче, будем собираться. Первый выход на улицу. Потеплело и здесь. Плюс 1, плюс 2 градуса. Вот такой здесь снежок. Идем сейчас завтракать. Там что-то тренера приготовили. Они живут в другом домике. Погода класс. Вот у нас прямо под боком озера. Надеюсь, поставим там ставочки сегодня на щучку. Может, на лима какого. Сейчас идем завтракать. Доброе утро, господа. И тебе, и тебя. Вот видите, как мы едим. Мотыль. Это кому не хватает, это добавка. На бутерброды. Мотыль с яйцами и сосисками. Мотыль с конскими яйцами. С конскими яйцами. Еще кто-то конский хрен сказал, будет есть. Ладно, будем завтракать. Прибыли на водоем. Поздоровались со сборной Украины. Сейчас будем разбирать вещи. Россияне уже тренируются. Круто. На водоем еще не вышли. Каждому какая-то... Да. Какую брать? Какую хочешь? Нет. Какая темная. Просто напомните цвет, я буду скажу, что это. Да, не кидай, не будет. Камера включи. Камера включена. В какой руке? Блин, светлая, нет? Нет, темная. Короче, выжил Лео, Яна. Нормально отжал у него темную прикормку. Ты похуеть. Где вы вчера ловите? Это и суборд. Вчера, да вот мне интересно говоришь. Где вы баню топили, рыбу ловили. А спали ли вы вообще? Закончил. Кто не успел взять, тот не успел взять. Вадик хапнул, что он отсыпает уже. От жадности, от жадности. Но по одной же берем? Хватит одной надеть. Это не от жадности, это от домовитости. Мат перейдет. У меня есть живой мат. Добавленный штучка. Это чисто запаса по чуть-чуть. Бери, чтобы на пробу было. Я понимаю, что сейчас по карте. Где-то тут мы находимся. Вот у нас три ария, вот так вот. То есть вот это закрыто все. Вот у нас сегодня задача, вот это вот чесануться. Вот эти вот вещи надо проработать сегодня. Посмотреть вообще, у нас сегодня свободно, тренировка двухэтапная. А зоны как будут? Волосокая собираемся, чтобы вот тут делиться. Я думаю, вот здесь вот зоны будут? Сейчас я покажу. Не, ну мы же далеко не будем расходить. Вот у нас как. Вот такая зона, вот вторая, да? Да, смотри, получается. Тогда нужно кому-то уйти на более пологие вот эти участки, а кто-то вот, смотри, вот эти вот участки, это модельные условно. Ну, согласен, да, то есть это где-то нам надо как-то выдвинуться сюда. Ладно, скажите задачу, какая задача? Свободная тренировка. Давайте тогда Юзенков к острову, кто еще к острову пойдет? Могу в небе. У тебя какая прикормка? Темная, светлая? У меня темная. Темная. Петя с Лешем. С Юзенковым идут тогда. Акуни, 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 багор есть, все есть. Акуни вроде тоже. Вот латва ты видел какая? Сейчас, короче, леску нам сказали ставить 0,2. Ну, 0,2-0,28. Ну, а если рыба не клюет, то ее протыкает. Участками, конечно, водичка выступила. Ну, что? Расчехляем подобор. Участок. Нормально. Ой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 На прикормку. Ветер еще этот не дает нормальную проводку сделать. А завтра вообще передает сильное ветро. Опа, вот она первая густерочка. Я подошла. Неужели долго я пытался ее вымучить? Наконец-то. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok